Девушки отдыхают Звуки ударов далеко разносились по ночному лесу. Немецкие саперы приводили в порядок взорванные пути, оглядываясь на лесную чащу. Перед паровозом стояли две платформы. Они предотвращали сход эшелона с рельсов в случае подрыва пути или завала на нем. На лес нацелились винтовки и пулеметы. Один из эшелонов 6-й танковой дивизии в ноябре 1942 года двигался из Франции на самый важный участок фронта – под Сталинград. Но даже в глубоком тылу, за сотни километров от фронта, немцы принимали серьезные меры предосторожности. Командир 6-й танковой дивизии – генерал Раус. Я больше всего заботился о том, чтобы перевозимые части могли немедленно вступить в бой. Через партизанские районы мы следовали на пониженной скорости. Только на малой скорости можно было избежать крушения при подрыве путей или завали. Все правила перевозок были давно нарушены. Внезапно из леса ударили пулеметы. Все в укрытие! Быстро! Дивизия Рауса еще не приблизилась к фронту, но уже несла потери. Санитар! Отто ранен! Отто, держись! 3 июля 1941 года Сталин выступил со своим знаменитым обращением к советскому народу. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды. Для разжигания партизанской войны всюду и везде. Для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу. В НКВД СССР создавалась особая группа при Наркоме Лаврентии Берии по организации партизанской борьбы. Руководил ею Павел Судоплатов. Так появилась отдельная мотострелковая бригада особого назначения – Амсбон НКВД СССР. Сюда набирались лучшие советские спортсмены. Амсбон и стал основой диверсионных групп, которые забрасывались в тыл врага. В рядах бригады воевали и более двух тысяч политэмигрантов – немцев, австрийцев, испанцев, американцев, китайцев, вьетнамцев, поляков, чехов, болгар и румын. Появился крупный учебный центр по подготовке специалистов партизанской борьбы. Уже через две недели после выступления Сталина «Вермахт» издал один из первых приказов по проведению боевых действий против партизан. Командование требовало непрерывного поддерживания боевой готовности, запрещалось передвижение одиночных солдат, предписывалось всегда держать оружие на готове для открытия огня. «Говорить о служебных делах в присутствии местного населения было запрещено». Из приказа по 4-й танковой группы от 30 августа 1941 года. «До наступления темноты упаковывать и сохранять секретные документы таким образом, чтобы в случае нужды гарантировалось их полное уничтожение». Борьба с оккупантами не сразу достигла высокой эффективности. В конце 30-х в СССР изменилась военная доктрина. Врага предполагалось, как говорили, «бить малой кровью на чужой территории». В связи с этим были ликвидированы секретные склады с оружием и продовольствием, созданные для обеспечения партизанских действий. Прекратилась подготовка кадров, способных вести партизанскую борьбу. С началом войны всю эту систему пришлось восстанавливать заново, что сказалось на уровне подготовки. Партизанские группы и даже отряды готовили около недели, а инструкторами стали общевойсковые командиры, не имевшие представления об организации партизанской борьбы. Только полтора процента отрядов имели радиостанции. Слабая подготовка, отсутствие радиосвязи и координации действий привели к тому, что из 2800 партизанских отрядов и диверсионных групп, созданных в начале войны, к весне 42-го, уцелело только 270. На Украине органы госбезопасности в первый год войны организовали 778 партизанских отрядов и 622 диверсионные группы общей численностью 28 754 человека. А к июню 42-го года на связи оставалось всего 110 отрядов. В этих условиях успешно действовали только партизаны, возглавляемые опытными командирами, такими как Василий Корж. Корж Василий Захарович. Герой Советского Союза. В 1921-25 годах партизанил в Западной Белоруссии, на территории, занятой Польшей. Командовал партизанским отрядом в Испании. В 1941-м организовал истребительный батальон, вступивший в бой 28 июня 1941 года. Это был первый бой первого партизанского отряда в Великой Отечественной войне. В мае 1942 года образован Центральный штаб партизанского движения при ставке Верховного Главнокомандования. В него вошли представители комиссариата внутренних дел и разведывательного управления Красной Армии. На 1 ноября 1942 года в 1100 партизанских отрядах, учтенных Центральным штабом, насчитывалось уже свыше 90 тысяч человек. Партизаны получили более 200 радиостанций, что позволило штабу организовать надежную связь с 700 отрядами, координировать их действия и нацеливать на действительно важные объекты. Столкновение эшелонов дивизии Рауса и партизан также не было случайным. На правобережную Украину штаб направил группу отрядов, под командованием Ковпака и Собурова. Ковпак Сидор Артемьевич, дважды Герой Советского Союза, сформировал свой отряд еще до прихода немцев. К боевым действиям приступил осенью 1941 года в Путивольском районе Сумской области. В 43-м году его соединение осуществило Карпатский рейд, пройдя с боями более 10 тысяч километров по тылам врага и разгромив гарнизоны противника в 39 населенных пунктах. Собуров Александр Николаевич, герой Советского Союза, возглавил партизанский отряд в октябре 1941 года. С марта 42-го командовал партизанским соединением, которое действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины, а также в Брянской и Орловской областях России и в южных районах Белоруссии. Группа Ковпака объединяла пять партизанских отрядов, Собурова – шесть. Вместе они насчитывали около трех тысяч человек, вооруженных автоматами, пулеметами, противотанковыми ружьями, минометами и легкими орудиями, что позволяло атаковать даже воинские эшелоны. В конце ноября-начале декабря 1942 года эти группы на две недели вывели из строя железнодорожный узел Сарны и взорвали девять железнодорожных мостов. Планируя операцию «Барбаросса», Гитлер провозгласил. «Земля должна быть захвачена и использована максимально эффективно». В результате военной кампании планировалось в 1941 году установить границу Рейха по линии Архангельск-Астрахань. Окупированную территорию предполагалось поделить на государства и протектораты, а некоторую области, такие как Крым, сделать частью Германии. В конце 1941 года был разработан немецкий план «Ост», определявший судьбу славянских народов в послевоенный период. Генеральный план «Ост» — секретный план правительства Третьего Рейха по проведению этнических чисток на территории Восточной Европы и ее немецкой колонизации после победы над СССР. Вариант плана разработан в 1941 году главным управлением имперской безопасности. С планом «Ост» ознакомилось все высшее руководство Рейха. Генеральный план «Ост» — документ номер один. Рейхсфюрер войск СС. 28 мая 1942 года. Совершенно секретно. Государственной важности. В субботу, 25-го числа сего месяца, я представил фюреру изложенную мною письменно соображение об обращении с местным населением восточных областей. Фюрер прочел все шесть страниц моего проекта, нашел его вполне правильным и одобрил. Оккупированные территории планировалось заселить немцами, а основную часть коренного населения депортировать в Западную Сибирь. Предполагалось оставить на захваченных землях не более 35% украинцев, 25% белорусов и подвергнуть их онемечиванию. Для этого вводилась специальная образовательная программа. Генеральный план «Ост» — документ номер два. Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а наоборот, дробить их на, возможно, более мелкие ветви и группы. Для ненемецкого населения восточных областей достаточно наличия четырехклассной школы. Целью обучения должно быть только простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь, заключается в том, чтобы повиноваться немцам. Реализовать план «Ост» гитлеровцы не успели, но население в полной мере ощутило возможные последствия его выполнения. Немецкая армия находилась глубоко на территории СССР, и ее снабжение планировалось осуществлять за счет местных ресурсов. Для их выкачивания в середине июля 1941 года создавались специальные комиссариаты. Так генеральный комиссариат Беларуси возглавил Вильгельм Кубе. Вильгельм Кубе. Член НСДАП с 1928 года. В конце 30-х смещен со всех должностей за коррупцию и злоупотребление властью. Служил еврейтором в концлагере Дахау. В июле 1941 года назначена должность генерального комиссара Беларуси. Заняв населенный пункт, фашисты назначали бургомистра или старосту. Их обязанности и полномочия оповещались в приказах на русском языке. Все бургомистры и сельские старосты отвечают за полную безопасность своего района. В случае недосмотра местного населения из него будет расстреляно не менее чем двойное число пострадавших немецких солдат. За повреждение дорог, мостов, закладывание мин будет расстреляно не менее трех местных жителей. Тот, кто без разрешения бургомистра или старосты дает убежище или питание посторонним, или оказывает им какую-либо другую помощь, будет повешен. Сущность устанавливаемого нового порядка достаточно быстро стала ясна населению. И оно в основной массе поддержало вооруженную борьбу с оккупантами. Потери в затянувшейся войне вынудили гитлеровское руководство зимой 1941-1942 годов разработать программу вывоза рабочей силы из оккупированных территорий в Германию. Вперед! Не останавливаться! Отвяжись! Планировалось перевести в Рейх полтора миллиона трудоспособных граждан, в основном украинцев. Полмиллиона молодых девушек предполагалось использовать для помощи немцам в домашнем хозяйстве. Условия их существования сформулировал один из разработчиков программы Фридс Заукель. Кормить, размещать и обращаться так, чтобы использовать максимально эффективно при минимальных затратах на содержание. Рейхсфюрер эсэс Гиммлер выразился проще. Погибнут или нет от изнурения при рытье противотанкового рва 10 тысяч русских женщин интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров. Нюрнбергский трибунал оценил творчество Заукеля, приговорив его к смертной казни за военные преступления. Генрих Гиммлер до суда не дожил, покончив жизнь самоубийством. Весной 1942 года в деревню Ермошенке Руднянского района Смоленской области явились полицаи в поисках молодых людей. Когда они вошли в хату Егоровых, 18-летнего Михаила дома не было. Мать скрыла от полиции, что у нее есть взрослый сын. Вечером, посовещавшись с друзьями, семья решила, что не стоит ждать отправки в Германию и, собрав поджидки, все ушли в лес к партизанам. Стой! Стрелять буду! Из деревни мы! Сына моего немца забрать хотели! Возьмите нас к себе! В лесу они встретили группу подрывников, которые направлялись на задание по уничтожению моста в деревне Селивоненке. Михаил вызвался указать дорогу. Будем идти лесом через болото. 5 мая 1942 года, в день своего рождения, Михаил Егоров был принят в особый партизанский полк «13» под командованием будущего героя Советского Союза Сергея Гришина. Гришин Сергей Владимирович начал войну командиром танкового взвода. Попав в окружение, пробрался в свою деревню, где создал партизанский отряд, который вскоре был переформирован в особый партизанский полк «13». Название отряда он выбрал в честь известного фильма «Михаила Рома» «13». Ранним утром 10 мая 1942 года партизаны, совершив 24-километровый рейд, напали на вражеский гарнизон в поселке Катин. В этом бою и получил боевое крещение Михаил Егоров. Несмотря на успешно проводимые операции, партизаны не могли существенно влиять на перевозки. Но их действия нельзя оценивать только числом убитых и раненых немецких солдат и количеством уничтоженных путей и складов. Атмосфера террора, созданная на оккупированных территориях, заставляла врага отвлекать необходимые на фронте боевые части и технику для борьбы с партизанами и охраны дорог. Ухудшилось моральное состояние немецких солдат. Они воевали в стране, где каждый гражданин мог оказаться партизаном, а каждый необычный шум – началом партизанской атаки. Эта атмосфера не позволяла использовать экономический потенциал захваченных территорий для снабжения армии и ограничивала сотрудничество населения с оккупантами. В этих условиях даже самые незначительные действия партизан становились успешными. По отчетам немецкого командования, из 3 миллионов 600 тысяч пленных, захваченных в 1941 году, к весне 1942 года оставалось всего 800 тысяч работоспособных. 60 процентов погибло от голода, болезней и издевательств. Весной 1942 года на плацу лагеря «Сувалки» сидели и лежали тысячи советских военнопленных. Весной с питанием стало совсем плохо. Ели траву и молодые листочки. Именно тогда, желая сохранить себе жизнь, бывший начальник штаба 229-й стрелковой дивизии, подполковник Владимир Гиль, попавший в плен летом 1941 года, встал на путь предательства. Он предложил немецкому командованию создать боевой союз русских националистов. Программа «Союза» звучала так – свержение сталинского режима и создание русского националистического государства под протекторатом Германии. В своих замечаниях и предложениях по генеральному плану ОСТ рейхсфюрер эсэс Гиммлер писал. «Управляя всеми огромными территориями, мы должны максимально экономить силы немецкого народа. Тогда неприятные для русского населения мероприятия будет проводить не немец, а латыш, литовец или русский, что будет иметь для нас положительные последствия». Служба безопасности, известная как СД, поддержала инициативу Гиля, взявшего себе псевдоним Родионов. 1 мая 1942 года 100 бывших военнопленных лагеря в Сувалках, вступивших в боевой союз русских националистов, были освобождены и переодеты в чешское обмундирование. Из членов Союза сформирован первый русский национальный отряд СС, известный как «Дружина». В задачи отряда входили охранная служба на оккупированной территории и борьба с партизанами. Отряд состоял из 500 человек. В состав первой роты входили исключительно бывшие командиры РКК. Но оставались среди военнопленных и те, кто в нечеловеческих условиях сумел сохранить свою честь и достоинство. Ополченец Николай Абрыньба, попавший в плен осенью 1941 года под Вязьмой. Если ты хочешь в этой безвыходной ситуации не потерять себя, ты должен держать свою душу без сомнений. Какие бы чувства не были у тебя к Сталину, есть два лагеря, две идеи и два человека, возглавляющие эти лагеря. И ты должен быть приверженным одной идее, одному лагерю и одному человеку эту идею олицетворяющему. Надо держаться до конца. Потому что ни страх смерти, ни пытка не дадут тебе оправдания перед самим собой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Николай Абрыньба бежал из плена и вступил в партизанский отряд Дубова в Полоцко-Лепельской партизанской зоне. К весне 1942 года партизанское движение стало приобретать массовый характер. Количество партизан на оккупированной территории выросло до 200 тысяч человек. В основном партизанские формирования действовали в тылах немецких групп армий «Север» и «Центр». Этому способствовала лесистая и болотистая местность Брянской, Витебской, Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей. Крупная группировка партизан сражалась в Крыму, в горах Ейлы. Постепенно выработалась тактика и оптимальная структура партизанских подразделений. Самостоятельной боевой единицей партизан являлся отряд, состоящий из 100-200 человек. Возглавляли его командир, комиссар и начальник штаба. Отряд имел боевые и хозяйственные подразделения, санитарную службу и мог делиться на несколько взводов. Несколько отрядов объединялись в бригаду. Бригада имела свой госпиталь и мастерские, где шились маскировочные халаты, полушубки, обувь. В бригаду входило от пяти до тридцати отрядов. Так бригада Дубова имела в своем составе около 1700 человек. Несколько бригад объединялись в партизанские соединения. Эти соединения громили немецкие гарнизоны, очищая территорию от немцев и создавая целые партизанские зоны. Территория Полоцко-Лепельской партизанской зоны, освобожденной от немецких войск, охватывала 3,2 тысячи квадратных километров и 1220 населенных пунктов, где проживало более 80 тысяч человек. Обороняли зону 16 партизанских бригад – 17 500 человек. На освобожденной территории была полностью восстановлена советская власть. Работали школы, телефонная связь, электростанции, мельницы, скипидарно-дегтярные заводы. В типографиях печатались газеты и листовки. В крупных населенных пунктах стояли партизанские гарнизоны. В партизанской зоне работала даже своя картинная галерея, где были собраны работы партизанских художников, в том числе Николая Гутиева и Николая Абрыньбы, бежавших из немецкого плена. Из воспоминаний Николая Абрыньбы. «Мы как бы бросали вызов врагу. Мы можем все. И наша жизнь не зависит от страха и смерти. Мы утверждаем ее на завтра и навсегда. Дубовцы гордились своими картинами. Потому и повесили их в штабе рядом со знаменем бригады, возле которого всегда находился часовой со станковым пулеметом». Население помогало в починке и производстве оружия, заготовке продовольствия. Командир партизанского артиллерийского дивизиона Михаил Атрошкевич. «Без поддержки населения не было бы в Белоруссии партизан, как их не было в Литве. Белорусскому населению каждому можно давать награду». 13 марта 1943 года Гитлер подписал оперативный приказ номер 5 на проведение операции «Цитадель» под Курском. Словно в ответ на это, в середине марта партизаны взорвали оба моста через Десну юго-западнее Брянска. Движение немецких эшелонов по линии Гомель-Брянск было прервано. На восстановление одного моста немцам потребовалось 5 дней, второго – 12. Перед наступлением потеря важнейших линий подвоза стало серьезным ударом, а его повторение в разгар самой операции грозило бы катастрофой. Для противодействия партизанам немецкое командование сняло с фронта армейские части, в том числе танковые, которые в мае-июне 1943 года провели ряд противопартизанских акций. Самой крупной из них стала операция «Цыганский барон» в Брянских лесах. «Цыганский барон» В ней участвовало около 50 тысяч человек, включая подразделения коллаборационистов. Им противостояли несколько партизанских объединений численностью около 11 тысяч человек. Ситуация для партизан усложнялась тем, что, спасаясь от оккупантов, в лес ушло много женщин, стариков и детей. Мобильность партизанских групп снизилась. Чаще им приходилось просто оборонять район своего базирования. Немцы смогли разобщить партизанские бригады и прижать их части к Десне. Штаб партизанского движения принял немедленные меры для помощи окруженным. По воздуху им доставлялись боеприпасы, оружие, медикаменты. Самолеты вывезли около 900 раненых партизан и членов их семей. Советская авиация бомбила районы расположения вражеских частей. Однако противостоять танкам и артиллерии легко вооруженные партизаны не могли и несли большие потери. В ночь на 2 июня 1943 года у хутора Пионерский в ходе ожесточенных боев остатки партизанских отрядов пошли на прорыв и ценой огромных потерь смогли вырваться из окружения. Но стоило немецким регулярным частям вернуться на фронт, как партизанские отряды вновь стали восстанавливать свою численность. Борьба в тылу врага продолжалась. Налаженная радиосвязь с отрядами партизан позволила центральному штабу разработать и крупные скоординированные операции «Рельсовая война» и «Концерт». Для массового подрыва железнодорожных путей требовались десятки тонн взрывчатки. Доставить такие объемы по воздуху было нереально. Это заставило подрывников экспериментировать с формой зарядов. «Проверено, что 200-граммовым зарядом уверенно перебиваем рельсу. Нужно пробовать взрывать половиной заряда». По довоенным нормативам на подрыв рельса требовалось 200-400 грамм тротила. Эксперименты с подбором формы шашки – ромбической, трапециевидной – позволили уверенно перебивать рельсы всех марок – зарядами всего 75-100 грамм. Это существенно сократило потребность во взрывчатых веществах, и самолеты вполне могли доставить их в объеме, достаточном для проведения операции. Операция «Рельсовая война» началась в ночь на 3 августа 1943 года. В Белоруссии, Ленинградской, Орловской и Брянской областях массово подрывались железнодорожные пути. Однако результаты операции «Рельсовая война» и «Концерт» не в полной мере оправдали ожидания. Немцы достаточно быстро научились противостоять этой угрозе. Вместо восстановления поврежденного участка они просто укладывали на подорванный рельс стальной уголок. Вот и все. Состав может продолжать движение. Этого оказалось достаточно для прохода эшелона. Позднее рельс заменялся. Известный советский диверсант Илья Старинов ставил под сомнение целесообразность подрыва рельс. Он считал более целесообразным устраивать крушение поездов. Но рельсовая война принесла и свои результаты. Начальник транспортной службы группы армий «Центр» полковник Герман Теске. Для обеспечения безопасности пришлось снизить скорость движения поездов, двигаться лишь в дневное время и не поодиночке. Возросли потери личного состава, разрушалось оборудование. Крупным успехом партизан в ходе сражения на Курской дуге стал подрыв на станции Осиповичи партизанским отрядом особого назначения «Храбрецы». Командовал им командир батальона «Амсбон» НКВД полковник Александр Рабцевич. Лучше их закладывать под цистерны с горючим и сразу уходить. Да, понял. Электромонтер железнодорожного узла Федор Крылович сумел закрепить две магнитных мины к составу с горючим. Взрыв уничтожил 33 цистерны с топливом, 65 вагонов с боеприпасами, 8 танков, 7 бронемашин, 12 вагонов с продовольствием, 5 паровозов и все оборудование железнодорожного узла. Станция горела двое суток. До железной дороги оставалось еще 200 метров. Егоров, Иван! Насыпи! Степанов! Пулеметом! В засаду! Двое с пулеметом остались прикрывать. Здесь хорошее место ждать будем. А Михаил Егоров с напарником поползли к железнодорожной насыпи. Здесь пути шли под уклон, и если эшелон сойдет с рельсов, то гитлеровцам потребуется много времени, чтобы его восстановить. Вдоль насыпи шел лесной завал, опутанный колючей проволокой с развешанной на ней примитивной сигнализацией – консервными банками. В темноте на ощупь начали резать проволоку, снимать банки. Прошел немецкий патруль. Только через час работы удалось преодолеть завал. Послышалось пыхтение паровоза. Показался огонь его прожектора. Теперь броском на пути ставить мину. Поставили ящик рядом с рельсом, прикрутили проволокой. К чеке взрыватели привязали бечевку, а другой ее конец – к винтовочному шомполу, воткнутому в 50 сантиметрах от мины. «Миша, уходим». Паровоз толкал впереди себя пустые платформы, и мины нажимного действия подорвали бы только их, не причинив вреда составу. Другое дело такая мина. Только паровоз с пути очистителем может сбить шомпол и выдернуть чеку, а пустые платформы пройдут, не задев его. К весне 1944 года Михаил Егоров имел на своем счету пять пущенных под откос эшелонов и пять разрушенных мостов. За проявленное мужество он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы Третьей степени и медалью партизана Первой степени. По данным немецкой генеральной дирекции путей сообщения «Восток», в феврале 1943 года партизаны совершили около 500 налетов и диверсий на железных дорогах, в апреле около 700, в мае – 1045, в июне – свыше 1060. Наиболее эффективными стали мины замедленного действия. Они взрывались под проходящим поездом только после установленного срока замедления. На одном отрезке пути партизаны устанавливали несколько мин с различными сроками замедления, а затем взрывы происходили периодически после восстановления противником полотна железной дороги. Одно крушение поезда на железной дороге задерживает движение на 8-12 часов. Чтобы полностью закрыть движение на однопутном участке, хватало двух-трех крушений в сутки. Немецкий штабной офицер, полковник Людендорф. Партизанские части численностью 15 тысяч человек, действовавшие к юго-востоку от Полоцка, до начала лета 1944 года лишили третью танковую армию возможности пользоваться шоссейной дорогой «Лепель-Березина-Парафьянов». Она приобрела для армии жизненно важное значение после того, как противник прервал движение на единственной другой линии снабжения – железной и шоссейной дорогах Орша-Витебск. В ночном небе на высоте около ста метров парил воздушный змей. По шнуру ветер гнал парусок на деревянных роликах, к которому цеплялась пачка из 20-25 листовок. Этот так называемый почтальон дошел до самого змея, ударился о препятствие и открыл крючок держащей листовки. Ветер нес их над землей. Листовки с призывом переходить на сторону партизан разбрасывались над расположением 1-й русской бригады СС «Дружина», которой командовал Гиль Родионов. Участие в карательных акциях против партизан и мирного населения заставило многих солдат бригады задуматься, что они делают и с кем воюют. Победа Красной Армии под Сталинградом и Курском и активная партизанская пропаганда привели к тому, что в 1943 году участились случаи перехода солдат и офицеров добровольческих формирований на сторону партизан. Вскоре и Гиль Родионов вступил в переписку с партизанами. Он поставил вопрос о гарантиях безопасности. Партизаны запросили Москву, и 23 июля получили ответ начальника Центрального штаба партизанского движения Пономаренко. Командир, расшифровали сообщение. Дать гарантию усилить агитацию, использовав любую связь, в том числе личную переписку с Гиль Родионовым для разложения его бригад. Вскоре состоялась встреча Ивана Титкова с командиром дружины, в результате которой бригада СС в полном составе перешла на сторону партизан, став первой антифашистской партизанской бригадой. В середине сентября бригада участвовала в разгроме немецко-полицейского гарнизона из 180 человек в деревне Студенка Лепельского района. На рассвете партизаны открыли артиллерийский минометный огонь по деревне, а потом пошли в атаку. К 7 часам утра отряд полностью ликвидировал немецкий гарнизон. За успешное проведение операции Родионову было присвоено звание полковника. Также он был награжден орденом Красной Свезды, а многие солдаты и офицеры его соединения – медалью «Партизану Отечественной войны». Задания на ликвидацию генерального комиссара Кубы получили все действующие в районе Минска партизанские командиры, подчинявшиеся НКВД, Главному разведуправлению Генштаба и штабам партизанского движения. На протяжении всего лета и сентября 1943 года велась охота на гауляйтера Белоруссии. 22 июля 1943 года раздался взрыв в театре Минска. По данным Главного разведывательного управления убито 70 и ранено 110 солдат и офицеров противника. Но Кубы за несколько минут до взрыва покинул театр. Летом 1943 года партизанский отряд устроил засаду по дороге в загородную резиденцию Кубы, но безрезультатно. Партизаны обратились к летчикам с предложением разбомбить загородную резиденцию гауляйтера. Командующий авиацией дальнего действия выделил для нанесения бомбового удара 15 лучших экипажей. Но Кубы вновь уцелел и переехал в Минск. 6 сентября в Минске намечался большой банкет по поводу десятилетия прихода Гитлера к власти. Взрыв в офицерской столовой уничтожил 36 высокопоставленных фашистских офицеров и чиновников. Кубы на банкет не явился. За две недели до нового покушения на Елену Мазаник, работавшую в доме Кубы уборщицей, вышла партизанка Мария Осипова и уговорила Елену совершить акт возмездия. От нее же девушка получила мину замедленного действия. Во вторник, 21 сентября, в 6 часов утра Елена Мазаник, положив в сумку мину, направилась в дом Гауляйтера. На входе в дом Кубы прислугу всегда обыскивали. В этот день на счастье Елены дежурил солдат, с которым она была в хороших отношениях, и обыск прошел формально. Проскользнув в спальню Кубы, девушка заложила мину между матрацем и пружинами, ближе к головной части кровати. «До свидания». Почему так рано? «Мне нужно к доктору». Марию Осипову, Елену Мазаник и ее сестру Валентину Шутскую переправили в партизанский отряд. В 0 часов 40 минут 22 сентября 1943 года в спальне генерального комиссара и гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе раздался взрыв. Мина, уничтожившая Куба, была направленного действия и рассчитана на ликвидацию одного человека. Примечательно, что ни беременная жена Кубы, находившаяся рядом, ни дети, спавшие в соседней комнате, не пострадали. В 1943-44 годах численность партизан выросла до 300 тысяч человек. Только в Белоруссии к 1 января 1944 года действовало около 150 радиостанций. Потери разведывательно-диверсионных групп в 1944-45 годах сократились до 10%. В помощь партизанам действовал 101-й полк авиации дальнего действия. Каждую ночь партизанам вылетали до 20 самолетов. Весной 1944 года немецкое командование начало операцию по уничтожению Полоцко-Лепельской партизанской зоны. В ней принимали участие 60 тысяч солдат и офицеров, 137 танков, 236 орудий, 70 самолетов, два бронепоезда. Около 60 тысяч человек партизан и мирного населения оказались в кольце немецкой танковой армии. Немцы захватили все партизанские аэродромы. Пришлось строить новый, на совершенно непригодном для этого месте, посреди заболоченной низины возвышался бугор. Наша задача построить взлетную полосу. Тяжело будет. Партизаны решили засыпать болото землей, чтобы сделать полосу длиной не менее тысячи метров. В болото укладывались бревна, а сверху слой хвороста в тугих связках. Сверху все засыпалось землей. Две тысячи крестьян из окрестных деревень под руководством Николая Абрыньбы строили площадку три недели. По краю взлетной полосы сделали ямы для сигнальных костров. Плотники сколотили крышки, обив их изнутри железом. Если дернуть за веревку, привязанную к подпорке крышки, она падала и гасила пламя. За время операции советская авиация совершила 354 вылета в этот район боевых действий. Бомбила скопление немецких войск, переправила партизанам более 250 тонн грузов и вывезла около 1500 раненых. Удерживать наступление немцев становилось все сложнее. В конце апреля – начале мая партизаны попытались прорваться из кольца блокады. Сначала крупными соединениями координируя действия с командованием армии Багромяна, но немцы вновь и вновь замыкали кольцо окружения. Приходилось пробиваться небольшими отрядами и группами. Особенно тяжелые бои начались 18 апреля. В бой за деревню Казимировка против бригады Алексея гитлеровцы бросили около 1000 человек пехоты, 4 танка, 2 самолета. Только после 6 часов боя, когда врага поддержали еще 50 бомбардировщиков, партизаны покинули позиции. 27 апреля возле Ушачьей немцы сузили кольцо окружения до 20 км. Командование зоны отдало приказ отрядам идти на прорыв. 5 мая партизаны прорвали вражескую оборону и вывели из блокады около 15 тысяч местных жителей. В этих боях участвовала и 1-я антифашистская бригада Гиль Родионова. Гиль Родионов и его отряд за время службы в СС участвовали в карательных операциях по уничтожению деревень Далекое, Небышино, Витуничье, Осиновик и Трамбин. Предатель Родины получил возможность искупить свою вину кровью. При выходе из окружения в районе Ушачьи, поднимая своих бойцов в атаку, Владимир Гиль Родионов был убит. Его останки найдены в 1992 году поисковиками и перезахоронены в районном центре Ушачьи, в братской партизанской могиле. Через месяц после разгрома партизанской зоны началась операция «Багратион». Советские регулярные части полностью очистили Белоруссию от оккупантов, и многие партизаны влились в ряды Красной Армии. В ночь с 1 на 2 мая 1945 года, разрезая руки в кровь об остатке остекления купола Рейхстага, разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария ползли на самую его вершину. Через плечо Михаила был перекинут продолговатый холчевый мешок, в котором находился штурмовой флаг 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Разведчиков прикрывал огнем командир группы лейтенант Берест. Позади у Михаила остались два года партизанской войны и прорыв через кольцо немецких войск, уничтоживших партизанскую зону. Позади тяжелое ранение в плечо и разведпоиски в Польше и Германии. Впереди несколько шагов до купола Рейхстага, до Победы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ